Медицинский полис Медицинский полис Медицинские полисы Медицинские полисы Бумажную версию полиса , который все равно иметь не обязательно Полис будет оформляться в электронном виде Давайте объясним нашим зрителям Касается ли это всем Нужно ли срочно бежать куда-то свой медицинский полис Бумажный сдавать Либо эта замена будет происходить Таким естественным путем И куда обращаются люди, которым потребовалась замена Вы знаете, это очень своевременный вопрос, потому что у многих он сейчас возникает, но мы прошли уже, наверное, не одну с вами замену полисов обязательного медицинского страхования. Вот те изменения, о которых вы сказали, они не влекут за собой получение нового документа, замену имеющегося документа. Это касается в основном тех лиц, которые будут получать полис по тем или иным причинам вновь. То есть это касается детей, которые новорожденные, это касается тех, кто изменил фамилию в связи с заключением брака, с расторжением брака. То есть те случаи, когда требуется получение нового документа, либо те случаи, когда необходима его замена. Для получения нового документа, в принципе, для застрахованного лица вот этот порядок, он за собой каких-то глобальных изменений не влечет. Основная разница... Нам нужно просто изменившиеся данные сообщить организации страхователя. Нет, если нужно получить новый полис, в любом случае придется обращаться в страховую медицинскую организацию. С той лишь разницей, в принципе, не изменился ни пакет документов, ни сам порядок. С той лишь разницей, что в результате этого изменения застрахованное лицо ранее получал на руки новый документ, бумажный бланк этого полиса. Сейчас бумажный бланк с 1 декабря, как вы уже правильно сказали, он отменен, и он не выдается никакой категории застрахованных лиц. То есть его, в принципе, в природе уже как документа не существует. Однако те полисы, которые получили граждане до вступления этих изменений в силу, они не нуждаются ни в какой замене, и они продолжают действовать до момента, пока не потребуется их замена. Допустим, что-то там случилось с бланком полиса, не обязательно же поменялась фамилия застрахованного лица, и потребовалась замена бланка. Во всех случаях, когда требуется замена, мы также идем в страховую медицинскую организацию, оформляем необходимые документы, и уже получаем не бланк бумажного полиса, а выписку из единого государственного реестра застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц. И вот этот номер, который будет отражен на этой выписке, он, собственно говоря, и будет представлять собой полис. То есть полис теперь — это электронный цифровой код. Давайте для тех, кто еще с момента вступления в силу новой нормы не успел, слава богу, может быть, крепкое здоровье, обращаться в поликлинику. То есть сейчас для того, чтобы мы приходим в регистратуру или записываемся к врачу, приходим на прием. Раньше нам нужно было иметь с собой паспорт, то есть документ, удостоверяющий личность, и вот бумажный бланк своего медицинского полиса. Сейчас что нужно брать с собой, если мы идем в поликлинику или на прием к врачу? Вы знаете, вот те изменения, которые были приняты в прошлом году, вступили в силу, они должны создать основу для того, чтобы пациент, придя в поликлинику, предъявлял паспорт либо свидетельство о рождении на ребенка, не предъявляя пользу обязательного медицинского страхования. Но учитывая, что сейчас проводятся очень большие мероприятия по сверке данных в регистре застрахованных лиц, и вот сегодня, пользуясь возможностью, я хотела бы обратиться к жителям нашей области, которые поменяли паспорт в связи с достижением определенного установленного закона возраста, либо получили паспорт, достигнув 14-летнего возраста, вам всем необходимо обратиться в страховую медицинскую организацию и сообщить свои актуальные сведения для того, чтобы они были обновлены, откорректированы в регистре застрахованных лиц. Только после того, как актуализация пройдет по всем застрахованным лицам, включенным в регистр, у нас сможет заработать вот эти вот сервисы электронные, которые основаны на электронной форме полиса, в полном объеме. До того, пока эта актуализация не пройдет, у нас, возможно, будут происходить какие-то сбои, когда человек, поменяв паспорт, он придет в поликлинику, но вы понимаете, что в глазах, так сказать, регистра застрахованных лиц этот пациент не будет идентифицирован на его сведения, отсутствует в регистре, и, соответственно, нужно ответственно относиться в том числе и не только к своим правам в системе обязательного медицинского страхования, но и к своим обязанностям сообщить актуальные сведения в страховой медицинской организации. Это прямая обязанность застрахованного лица. То есть сейчас те, кто менял документы, удостоверяющие личность, сначала обращаются как раз в организацию страхователь, и на всякий случай в поликлинику еще стоит брать все документы с собой? Да, вот сейчас какое-то время, пока не сформируются все данные и коррект не загрузится. Ну, а потом уже, когда все заработает, можно будет обращаться с одним паспортом, либо с свидетельством о рождении ребенка. Наталья, сейчас вот к блоку вопросов, которые как раз, когда мы в очередной раз разбираем, какие же возможности, вернее, напоминаем даже, да, дойдет нам медицинский полис, полис обязательного медицинского страхования. Например, одна из возможностей – это выбирать медицинское учреждение первичного обслуживания, то, что называется поликлиническим звеном, вот в пределах того муниципалитета, в котором мы живем, если такая возможность, конечно, есть. Давайте напомним, как это сделать, и изменилось ли что-то как раз вот в связи с вступлением новых законов? Нет, в связи с изменением, которые вступили в прошлом, в 2022 году по форме полиса, здесь изменений никаких не произошло, порядок остался прежним. Застрахованное лицо выбирает первичную поликлинику, которая оказывает первичную медико-санитарную помощь. Мы не выбираем поликлинику областной больницы, мы не выбираем поликлинику областной детской больницы, это консультативный уровень, в рамках которого пациент может быть также консультирован, но уже по направлению своей поликлиники, в которой он получает первичную медико-санитарную помощь. Выбрать поликлинику можно по двум, так сказать, путям, по двум способам. Это может быть поликлиника, к которой пациент относится по территориальному принципу. За каждой поликлиникой закреплена территория, вы просто приходите, вам там не имеют права отказаться в помощь. Совершенно верно. И тогда обслуживание будет производиться в этой поликлинике. Но у нас бывают случаи, когда либо фактическое проживание отличается от адреса регистрации, либо кому-то удобнее обслуживаться рядом с работой. Разные бывают ситуации. Тогда застрахованное лицо имеет право воспользоваться выбором поликлиники вне места территориального обслуживания и выбирает медицинское учреждение из перечня медицинских организаций, которые участвуют в системе обязательного медицинского страхования. Опять же, это в рамках первичного звена происходит. Обращаясь в данное медицинское учреждение, пациент пишет заявление о выборе медицинской организации. Эти сведения медицинской организации направляются в территориальный фонд. Соответственно, происходит корректировка. И в регистре застрахованных уже человеку прикреплено к выборной медицинской организации. Таким образом, обслуживание уже происходит в этом учреждении, которое застрахованное лицо выбрало. Есть случаи, в которых человеку могут отказать в обслуживании в той поликлинике, которую он выбирает сам? Мы сейчас не имеем в виду, что я хочу в областную поликлинику, либо я хочу вообще в соседний регион, для того, чтобы меня там врачи консультировали. Вы знаете, если объем обслуживаемого населения настолько велик в этом учреждении, которое выбирается застрахованное лицо, с учетом оснащенности, с учетом кадровой обеспеченности этого учреждения, такой вариант возможен. Но у нас в практике такого, мне кажется, не было. Но если в этой ситуации застрахованное лицо считает, что его права нарушены или каким-то образом ему необоснованно отказали, конечно, в каждом случае нужно разбираться индивидуально и рассматривать все нюансы конкретной ситуации. Тут невозможно какого-то общего правила придумать. Законодательно у медицинской организации такое право существует — отказать в прикреплении. Но насколько это обоснованно, это нужно рассматривать индивидуально. Это уже ваша задача рассматривать, правильно? В том числе и страховой медицинской организации. Наталья, еще один очень важный вопрос. С начала этого года расширился, но некоторые эксперты даже говорят существенно, расширился объем услуг, которые мы сейчас можем получить по медицинскому полюсу. То есть, скажем так, появились услуги, за которые мы не должны платить, если мы, опять же, действуем грамотно. Приходим сначала к врачу первичного звена в поликлинике, и врач, разбирая нашу ситуацию, понимает, что может какое-то количество назначений сделать, в том числе и передать вопрос на консультацию в какие-то медицинские учреждения областного, может быть, даже федерального уровня при необходимости. Давайте сначала просто перечислим, что дополнительно, то, чего раньше не было, теперь можно сделать с помощью полиса медицинского страхования. Ну, знаете, Ольга, так перечислить то, что в рамках программы государственной гарантии предусмотрено для пациента, и что введено дополнительно, наверное, будет очень сложно, потому что сейчас очень большой объем, ну, практически 80% объема медицинской помощи, которые предоставляются пациентам в медицинских организациях, участвующих в системе обязательного медицинского страхования, оплачиваются средствами обязательного медицинского страхования. Это практически вся первичная медико-санитарная помощь, начиная с приемов врачей-специалистов первичного уровня, то есть педиатров, терапевтов, весь объем профилактических услуг, которые получает население, о которых мы сейчас так часто говорим. Да, это профилактические медицинские осмотры взрослого детского населения, диспансеризация, в том числе диспансеризация углубленная, в первую очередь, которая рекомендуется проходить лицам, которые переболели новой коронавирусной инфекцией с целью оценки рисков развития вот этих вот осложнений, которые формируются после этого грозного заболевания. Естественно, консультации узких специалистов, диагностика, которая проводится в рамках амбулаторно-поликонической помощи, исследований, в том числе дорогостоящие, МРТ, КТ, ангиография, то есть практически, наверное, большая часть исследований, которые проводятся, они проводятся за счет средств обязательного медицинского страхования. Стационарная помощь, специализированная медицинская помощь, которая оказывается в стационаре, высокотехнологичная, когда применяются очень, ну, как бы, такие эксклюзивные методы лечения и диагностики для того, чтобы вот оказать максимально качественную медицинскую помощь, когда сегодня же возможности медицины, они развиваются каждый год, и какие-то новые методы, которые появляются, они, естественно, приходят на замену технологиям, которые применялись до этого, и являются малоинвазивными, после них восстановление пациентов происходит гораздо быстрее, и сохраняются функции. То есть это развитие определенное, и оно постоянно происходит, вот эта замена методов и видов в рамках системы. Появляются новые технологии, которые просто медицинское сообщество понимает, что сейчас государство может тоже включить их в систему бесплатной, для нас бесплатной медицинской помощи. Конечно. Вот, и поэтому у нас вот этот объем медицинской помощи, который за счет средств обязательного медицинского страхования в программе оказывается, он вот в этом преобладающем, скажем так, количестве, он уже на протяжении многих лет присутствует, и, собственно говоря, мы оплачиваем, как я уже сказала, практически 80%. За счет средств обязательного медицинского страхования оплачивается практически 80% оказываемой медицинской помощи. Единственное, хотелось бы отметить, что за счет средств обязательного медицинского страхования не оплачиваются отдельные виды или условия оказания помощи, и пациентам тоже нужно это понимать. Давайте оговоримся, потому что это очень важно. Да. За счет средств ОМС не оплачивается диагностика и госпитализация, на которую пациент не имеет направления. Вот в ситуации, когда мне бы хотелось пройти МРТ-обследование. Наверное, да, но для этого нужно пройти прием специалиста, получить консультацию, определить тактику лечения, в том числе методы диагностики, которые показаны конкретному пациенту, и, соответственно, лечащий доктор выпишет направление. Тогда уже мы идем, и нам проводят диагностику, потому что, ну, вы понимаете, как бы любая диагностика, она имеет какую-то определенную цель, и эту цель должен определить лечащий врач. Пациент не может самостоятельно понять, что конкретно ему нужно, какую область, в каком объеме. То есть МРТ проводится с контрастированием, без контрастирования, то есть определенной какой-то области. И вот эти все нюансы, естественно, не оцениваются лечащим врачом и получают свое отражение уже непосредственно в направлении. С этим направлением застрахованное лицо приходит и получает тот объем диагностики, который ему необходим. Также не оплачивается за счет средств обязательного медицинского страхования косметологические услуги, уже это традиционно на протяжении, наверное, всего существования системы. Зубопротезирование, не оплачивается освидетельствование различного рода. И, естественно, у нас гарантирован определенный объем медицинской помощи, но при этом мы не гарантируем, в рамках программы нет гарантии комфортности нахождения в медицинском учреждении. Оплата палат, соответственно, повышенной комфортности, она осуществляет, услуга тоже представляется в рамках платных услуг медицинским учреждениям за счет средств обязательного медицинского страхования тоже не оплачивается. Наталья, смотрите, а приходилось ли вам как раз разбирать такие вопросы? Ну, мне почему-то кажется, что с этим люди обращаются. Вот ситуация, которую вы описали, да, человек приходит к врачу и говорит, вот у меня болит спина, я думаю, что мне нужно сделать МРТ. А врач говорит, да нет, мы сейчас вам какого-нибудь там противовоспалительный препарат поколим, все будет нормально. А человек считает, что может быть состояние куда серьезнее, чем предполагает врач, потому что время приема короткое, не всегда есть возможность донести все проблемы и как-то тщательно подойти к ситуации. И в некоторых случаях может быть это даже привести к каким-то тяжелым последствиям, когда диагностика, лечение не проведены вовремя. Обращаются люди к вам. Понятно, что где-то человек пытается перестраховаться и кажется, что если соседу сделали МРТ, вот потом провели лечение и ему стало легче, то почему бы мне не пойти по тому же самому пути. Вот такие вот спорные вопросы приходится решать. И в чью пользу, как правило, решение? Вы знаете, нам достаточно часто приходится сталкиваться с такими вопросами. Одним из, наверное, основных направлений деятельности территориального фонда и страховых медицинских организаций, которые осуществляют деятельность в системе обязательного медицинского страхования, является направление, которое связано с защитой прав застрахованных. И в структуре фонда и в структуре страховых медицинских организаций присутствуют подразделения, которые занимаются непосредственно этими вопросами. Зачастую описанные вами ситуации имеют место, когда застрахованное лицо обращается с жалобой. Отказали, либо есть сомнения относительно обоснованности назначений, которые доктор сделал. И в этой ситуации, конечно, просто медицинская помощь — это такое общее понятие. Но конкретный человек жалуется на конкретную ситуацию, а этих ситуаций в жизни может быть очень много. Сколько видов медицинской деятельности, профилей оказания, столько ситуаций может сложиться. Поэтому в территориальном фонде и в страховой медицинской организации нет специалистов, которые могут оценить каждую такую ситуацию. И поэтому для таких случаев существует проведение контрольно-экспертных мероприятий в системе обязательного медицинского страхования. С привлечением экспертов в качество медицинской помощи, которые включены в территориальный регистр — это доктора с многолетним стажем. Даже для включения в реестр врачей-экспертов требуется стаж не менее 10 лет по профилю оказания медицинской помощи. Но это минимальный порох. Как правило, доктора, которые включены в реестр, они имеют гораздо больший стаж и квалификацию соответствующую. Все специалисты, которые включены в реестр экспертов, проучены для проведения экспертных мероприятий, имеют соответствующее удостоверение о прохождении этой подготовки. И вот с помощью их услуг происходит оценка, насколько обоснованы были действия конкретного врача при госпитализации, при обращении в амбулаторное звено, когда оказывается медицинская помощь, там не назначена какая-то определенная диагностика или не назначена консультация какого-то узкого специалиста. То есть весь этот механизм, который описан застрахованным лицом, может быть даже немножко и за пределами этого механизма, потому что есть такое понятие, как этапность оказания медицинской помощи. И в рамках определенного случая иногда нужно начать рассмотрение ситуации чуть раньше, чем состоялась определенная жалоба и те факты, которые пациент изложил непосредственно при обращении в территориальный фонд или страховую медицинскую организацию. И с учетом позиции оценки, которая специалистами сделана, уже принимается решение. Насколько часто? Вы знаете, наверное, 50 на 50. Потому что сказать, что все жалобы являются обоснованными, так нельзя. И сказать, что пациенты жалуются просто потому, что считают, что что-то недополучили в медицинской организации, так тоже нельзя. Где-то соотношение 50 на 50, вот в основном оно такое у нас сложилось. Наталья, еще один вопрос, который как раз напрямую касается качества оказания медицинской помощи, это ее сроки. Потому что часто случается, что человек приходит в поликлинику, ну допустим, талон к врачу первичного звена, терапевта, может он получить в течение нескольких дней, но в случае с острой ситуацией какой-то это понятно, что там будет такой другой механизм реагирования. Талон к врачу-специалисту, там уже может быть срок от нескольких дней до нескольких недель и даже месяца. Точно так же, что касается направлений на сложное диагностическое обследование. Вот есть какие-то установленные законом сроки по каждому из направлений и всегда ли они выдерживаются? Знаете, да, сроки существуют. Они установлены программой государственной гарантии, которая ежегодно утверждается правительством Российской Федерации на федеральном уровне. И, соответственно, в каждой территории принимается ежегодная своя программа государственной гарантии, в которой эти сроки также фиксируются. В рамках оказания поликлинической помощи, когда консультации назначаются узких специалистов, и когда проводится диагностика какая-то определенная, о которой вы сказали, этот срок составляет 14 рабочих дней. Такой же срок установлен для госпитализации, но, естественно, мы должны понимать, что все эти сроки касаются случаев планового оказания медицинской помощи. Это не касается ситуации, когда мы вызвали скорую и требуется госпитализация, это не касается ситуации, когда человек стал плохо на улице, то есть ему никто не скажет что подождите 14 рабочих дней, а потом вам будет оказана медицинская помощь. В ситуации экстренной неотложной медицинской помощи медицинская помощь оказывается сразу, здесь, сейчас, вот как человеку необходимо. А плановая медицинская помощь, она, как правило, оказывается при хронических заболеваниях, либо когда состояние пациента не требует вот этого вот безлагательного внимания медицинского персонала и каких-то определенных действий. Вот те сроки, о которых я сказал, которые я озвучила, они касаются всех видов и профиля оказания медицинской помощи, за исключением онкологической помощи. Вы знаете, что сейчас этим заболеванием пристальное внимание со стороны государства и достаточно большие средства расходуются на лечение, диагностику и на профилактику, самое главное, вот этого заболевания такого сложного и тяжелого для пациента и для его родных тоже. Для этих видов заболеваний установлены сокращенные сроки, они практически в два раза меньше сроков, которые предусмотрены для всех остальных видов планового оказания медицинской помощи, соответственно, составляют 7 дней на диагностику, 7 дней рабочих на оказание специализированной медицинской помощи, 3 рабочих дня на установление диспансерного наблюдения в случае подтверждения диагноза, то есть там, где необходимо, это плановая помощь, да, это, естественно, нужно разбираться в этой ситуации, но учитывая характер заболевания и его возможные последствия, сроки установлены гораздо короче. Наталья, если у наших зрителей еще остались вопросы, есть ли возможность обратиться куда-то на сайт, по телефону для того, чтобы получить дополнительную консультацию и, может быть, разобрать спорную ситуацию, уже не доводя до жалоб, обращений каких-то судебных разбирательств? Безусловно, и здесь, наверное, нужно сказать, что мы даже призываем наших застрахованных обращаться к нам с вопросами до того, когда возникла вот эта спорная ситуация, до того, как возник позыв образиться с жалобой. Естественно, можно обращаться на сайт территориального фонда, естественно, можно обращаться на телефон горячей линии, специалисты горячей линии оказывают консультативную медицинскую помощь, но в случае, если, допустим, вопрос выходит за пределы типовых сценариев, в рамках которых работают эти специалисты, его передадут на рассмотрение экспертом, специалистам, которые более углубленно займутся изучением этого вопроса. Естественно, ответ на него будет дан не вот прямо сейчас, когда позвонил человек, но, как правило, в течение суток мы рассматриваем какие-то сложные вопросы, когда необходимо что-то разобраться в ситуации, дополнительный материал какие-то изучить. Вот мы здесь, в этой ситуации всегда как бы на стороне застрахованных. И сейчас многие же застрахованные уже знают об этом, но если у кого-то возникла необходимость связаться со специалистами, еще не знакомы с таким сервисом, на портале государственных услуг у нас сейчас существует портал обратной связи, в который застрахованные в этом сервисе могут обратиться с вопросами, которые возникают вот через сервис государственных муниципальных, единый портал государственных муниципальных услуг, страницы ВКонтакте, телефоны. То есть мы всегда открыты для диалога и всегда готовы помочь и предоставить информацию. И также мне хотелось бы обратить еще внимание наших застрахованных на то, что у нас с 2016 года уже на территории области и всей Российской Федерации существует такой институт, который был создан как раз вот для того, чтобы обеспечить информационное сопровождение застрахованных лиц, для того, чтобы предоставить необходимую информацию в каком-то вот моменте, когда она непосредственно требуется. Это страховые представители, они существуют, этот специалисты работают практически во всех медицинских организациях, области, отдельные крупные учреждения нашего региона, они оснащены телефонами обратной связи, то есть специалист работает по определенному графику. Если в момент, когда застрахованному потребовалась необходимая информация, график рабочий, так сказать, не предусматривает нахождение этого непосредственно специалиста в учреждении, можно просто снять трубку телефона обратной связи и ответит либо специалист фонда, либо специалист страховой медицинской организации. То есть даже не нужно искать номера, с какими можно связаться, телефон горячей линии или еще что-то. То есть вы непосредственно медицинской организации имеете возможность связаться со специалистами, обговорить. Особенно это касается ситуации, когда речь идет о заключении договора платных медицинских услуг, когда застрахованному лицу предлагают оплатить медицинскую помощь, которая предоставляется в рамках программы государственной гарантии бесплатно, либо дают направление на проведение диагностики в частных медицинских организациях, которые не работают в системе, естественно, тоже будет за счет средств застрахованных, либо вот отказывают в случаях диагностики, когда вы говорили, что пациент ощущает какие-то определенные дискомфорты и хочет пройти диагностику, и ему говорят, что вам не положено. То есть вот эти все вопросы до того, как состоялась какой-то уже, либо оплата состоялась, либо человек ушел из медицинской организации и вот будет потом думать, насколько ему обоснованно или необоснованно отказали в определенной медицинской помощи, их можно проговорить со специалистами, они подготовлены, часть из них тоже эксперты качества медицинской помощи, они могут по крайней мере в таких основных, в частности встречающихся вопросах дать уже непосредственно консультацию. Ну а в ситуации, которая требует какого-то более узкого, квалифицированного подхода узких специалистов, тогда будет это рассмотрение чуть подольше, но тоже информация будет предоставлена. Самое главное, что возможности выйти на связь и разрешить вопрос до того, когда он будет предоставлять уже какую-то такую серьезную юридическую угрозу, самое главное, угроза здоровью есть. Наталья, спасибо большое. Я думаю, что если у наших зрителей еще остались вопросы, они уже поняли, каким образом можно разобрать каждую конкретную ситуацию. Конечно, всем крепкого здоровья, чтобы как можно меньше поводов обращаться к врачу было. Поэтому берегите себя. Это была программа «Качество жизни» с Ольгой Митрофановой. До встречи.